В Украине мы довольно часто появляемся, и всегда безумно интересно проводить мероприятия здесь у нас. Да, Кир, мы рады тебя тоже видеть безумно. Приятно все-таки, что ты успела вовремя, я только начала. Для тех, кто не знает, соответственно, мы представляем киберфонд. Киберфонд – это по факту агрегация данных во всех блокчейн-активах, которые существуют, в публичных блокчейн-активах. И занимаемся мы этой деятельностью, соответственно, агрегацией активов, анализом активов по несколько лет уже. Начинали тогда ребята с майнинга, соответственно, потом увлеклись вообще другими, в том числе, блокчейн-системами, блокчейн-приложениями. Ну а поскольку начали инвестировать, то надо было какую-то аналитическую базу, надо было понимать вообще, какие инвестиционные решения принимать, куда инвестировать. И надо было разобраться с этой чудесной новой экономикой, блокчейн-экономикой. Поэтому начали заниматься анализом, начали подробно аудировать каждую систему, которая попадалась на глаза. Ну и, собственно говоря, после аудита вынесли на сайт более 100 проектов и начали трекать все новые проекты, которые считаем возможными и рассматриваем как потенциальные объекты для инвестиций. Ну и, соответственно, вообще сейчас уже глубоко погрузились в театр, запустили инвестиционный фонд на блокчейне, первый в мире вообще инвестиционный фонд, который выдает токены, который инвестирует только в портфель блокчейн-активов. И, соответственно, запустили также проект, централизованную мультимедийную платформу «Голос», которая действует для всего русскоязычного сообщества, по всему миру находящегося. Очень много всего происходит сейчас в блокчейн-экономике. Я вам кратко, собственно, сейчас в первой части обозначу тренды, которые имеются, ну и, соответственно, перспективы, куда же все это отмешивается. Особенно для тех, кто не очень знаком с экономикой этой, будет, наверное, интересно. Начинаем. Первое, что очень важно знать и важно понимать, это рынок текущей блокчейн-системы и приложений. На самом деле, то, что вы видите, это графики, построенные до конца 2016 года по специализации и по количеству блокчейн-системы и блокчейн-приложений. Смотрите, блокчейн-системы, Дим и Кир, вы встретились, я рада. Можете немножко помолчать? Соответственно, рынок, он растет. И рынок растет не только по капитализации, а рынок растет именно по количеству систем и по количеству приложений. И это гораздо более значимый фактор, чем рост капитализации. Смотрите, блокчейн-системы, когда мы индексируем их в каждую отдельности, это означает, что у них внутри у каждой отдельный алгоритм. Ну, то есть алгоритм Терема отличается от алгоритма Питкоина, отличается от алгоритма Монера и так далее. Когда мы говорим о блокчейн-приложении, то, соответственно, это некое приложение, построенное на той или иной блокчейн-системе. Ну, то есть есть приложение Агурка, которое строится на блокчейн-приложении. Ну, или там куча еще на поле, там, 100 приложений. И так далее. То есть это вот таким образом идет зачет, чтобы вам было понятно. Соответственно, то, что мы увидели в первом квартале этого уже года, это, ну, там, многократный рост соответствующих активов. Да, и вы его видите на графике тоже. И важный момент, да, под этим ростом есть не только, там, чьиминутные какие-то хорошие или плохие новости, под этим ростом есть фундаментальные факторы. О них мы поговорим чуть позже. Соответственно, когда вы видите текущую ситуацию, вы понимаете, да, и это показано, что у нас есть очень важный тренд, который всего этого следует, что доля биткоина в общей капитализации рынка блокчейн-системы приложений, она падает. И это на самом деле очень позитивно, потому что это означает, что спросом начинают пользоваться другие системы. Важный момент. В 2016-й год все больше и больше профессионалов заговорили о получении системы приложений, только о получении активов. Почему это важно? Потому что это означает, что появляется новый действительно рынок, в который пойдут деньги. Потому что если мы сравниваем, ну, и тот, если занимался когда-то традиционными финансовыми активами, должен представлять себе примерно рынок этих активов, ну, в деньгах, естественно, да, что это является инструментом рабочим, что, естественно, люди туда вкладывают деньги. Соответственно, мы смотрим сравнение традиционных финансовых активов с блокчейн-активов. Приведены характеристики традиционных финансовых активов, классические, да, отмечены то, что совпадает с блокчейн-активами. И приведены дополнительные характеристики, которые свойственны блокчейн-активам. Очень важно, в пересечении существенные, важно отметить дополнительные свойства, потому что это те свойства, которые позволят развиваться блокчейн-активам. Программированность. Прежде всего мы говорим о системах и приложениях на открытом коде. Когда мы имеем дело с открытым кодом, это будет означать также, что этот код можно верифицировать. Его можно проверить, что он доступен всем. Соответственно, у вас есть потенциально 7 миллиардов людей, которые могут проверить этот код, обладая соответствующими финансами. Аудированность. Тоже очень важный фактор. Смотрите, традиционные финансовые активы, они все-таки закрыты. Вы получаете отчеты, ну, квартальные отчеты, ежегодные отчеты, но вы не видите, что с ними происходит. И отчеты у вас заверены какими-то там чудесными консалтинговыми компаниями, или аудиторскими компаниями, да, соответственно, это по их мнению все хорошо. Или по их мнению вот это, там, то, что они зааудировали, соответствует реальности, да. В случае с блокчейн-активами у вас стопроцентный аудит, который вы можете осуществить сами. Ну, просто потому что вся трансфаксия записана на блокчейн, и блокчейн абсолютно открытый. И это тоже очень важный фактор, потому что, когда мы начинаем говорить с профессионалами, особенно, ну, с рынка, соответственно, финансовых активов, да, для них это очень важный момент, да, потому что аудируемость этих финансовых активов, с одной стороны, банки сливают деньги на то, чтобы провести ауди, с другой стороны, это все равно, как бы, оставляется мнение, остается у многих. Так, доступность. Доступность тоже важный, важная характеристика. Почему важная характеристика? Потому что в эти активы можно очень низкий барок входа. Если вы когда-то пытались, ну, там, пользоваться традиционными финансовыми активами, да, вы можете купить кэш, ну, вы его получаете как за оплату, но если там чуть дальше, там, отойти, да, чуть глубже копнуть, с точки зрения, там, всего инструментария потенциально доступного для вас, да, там, акции, облигации, директивы, да, все, что угодно, что есть, соответственно, сразу накладываются ограничения. Либо вам надо обладать достаточно большими суммами, которые вы готовы вкладывать, ну, и платить соответствующие проценты за размещение. Ну, либо вам надо выходить на иностранные рынки, за что вам, соответственно, тоже надо расплачиваться, и так далее. То есть барок входа достаточно высокий традиционный финансовый инструмент. В случае с блокчейн-активами барок входа очень низкий. И это важно, важно, потому что мы потенциально понимаем, что у нас появляется, ну, там, возможность для, там, среднего класса, для только продвинутых стран, но и среднего класса, и даже не очень среднего класса, людей вкладываться в эти активы. По нескольким системам пройдемся, чтобы увидеть картинку, да, и осознать то, что происходит. Это история с биткоином. История с биткоином через цену, собственно говоря, биткоин. Понятно, что клевания до сих пор существуют, да. Если мы сравниваем сегодняшнюю ситуацию с ситуацией, которая была у нас в 2014 году, да, то видим более плавный рост цены биткоина. И это радует. Это радует, потому что за этим ростом стоят более фундаментальные факторы, чем новостной фонд, который был, условно, первоначальный скачок биткоина в 2014 году. По-прежнему, естественно, по-прежнему, это показано здесь на графике, на цену влияют хорошие и плохие новости. Смотрите, в случае с данными системами, с данными активами, мы все равно имеем историю со стартапами, ну, классическими, если мы пытаемся найти какой-то анапы, да, то есть, ну, это ничтожная там капитализация в несколько миллиардов долларов, да, и они, естественно, подвержены эти системы эффекту, который на них оказывают хорошие и плохие новости. Если новость хорошая, то идет рост, если новость плохая, то идет, соответственно, падение, потому что новости влияют, опять же, на адаптацию. Важно. Важно понимать основные тренды и важно видеть и смотреть на функциональные характеристики, какие-то значимые характеристики, которые не способствуют, адаптации, да, которые способствуют тому, что Bitcoin все чаще и чаще начинает использоваться людьми, если больше, больше, больше операций происходит в Bitcoin, да, и то, что мы видим уже на протяжении нескольких лет, мы видим постоянный рост этих показателей, которые нам приведены на слайде сейчас, да, то есть растет количество уникальных адресов, транзакций в ней, количество банкоматов растет, и это очень важно, потому что это свидетельствует о том, что люди начинают пользоваться этим инструментом. Но то есть, что постепенно Bitcoin становится частью жизни все большего количества людей. Ну и, соответственно, есть естественные, опять же, факторы, которые повлияли, так или иначе, на ситуацию с Bitcoin на протяжении прошлого года, в том числе, рост количества инструментов, к которым Bitcoin привязан. Сейчас вы можете найти достаточно много количества онлайн-зарейцев, где будет прием за Bitcoin осуществляться. Понятно, что выросло и значительно выросло узнавание с Bitcoin, да, не только в Украине, не только в Соединенных Штатах Америки, а Bitcoin знают таксисты. Вот мы сейчас ехали, заговорили про Bitcoin, и таксист сказал, что он уже не первый раз слышит, кто-нибудь ему в конце концов может пояснить, что это такое или нет. Мы попытались, честно. Соответственно, и эта история, когда одной таксиста начинает интересоваться, эта история уже про где-то массовую адаптацию, да, идет, когда он у нас выходит на другой абсолютно уровень. Потому что понятно, что таксист, ну, когда мы пытались объяснять это чуть более научным языком, мы его вырубали, потому что он терминологий просто, не знаю, не понимает, о чем мы пытаемся говорить. Соответственно, естественно, ну, благоприятность с точки зрения адаптации влияет какие-то там экономические потрясения в тех или иных странах, ну, потому что люди ищут альтернативы приятным валютам. И это нормальное явление, люди всегда будут искать альтернативы, чтобы сохранить свои сбережения, чтобы преумножить свои сбережения. Если вы там, не дай бог, живете во Миссуэле, которую несколько лет последних просто, не знаю, колбасит очень сильно, да, то, соответственно, что-то, чтобы сохранить, да, надо альтернативы найти за приемом Миссуэла, естественно. И поскольку там с долларом все плохо, с точки зрения вывода капитала, то получается биткоин – это хорошая альтернативная история. Этейл – другая система. Тоже очень важная система. Вторая по значимости сейчас в блокчейне-экономике. Тоже график смотрим. Тоже смотрим график цены этейлма и замечательный вид рост капитализации и рост цены, который состоялся, собственно говоря, в начале этого года. Ну и, соответственно, торговый объем прилагается. Тоже мы можем сравнить, да, и посмотреть на картинку, что происходит. Естественно, опять же, имеем дело со стартапом, но имеем дело с системой, которой достаточно мало еще адептов, да, поэтому цена, естественно, на нее влияют плохие, хорошие новости. Упс, он, понятно, идет колебаться в зависимости от новостного фона. Здесь есть зависимость от биткоина, да, ну, то есть, если у нас есть какие-то отрицательные новости, если идут по биткоину, то получается, что растут, в текущей ситуации растут альтернативные системы. Ну и в данном случае Этериум будет альтернативная система биткоина, соответственно, вот видим там рост, когда проблемы начались у биткоина. И это тоже важно понимать. Смотрите, так как деньги уже есть в этой экономике, то получается люди не выводят из этой экономики деньги, они начинают просто перекладывать то, что у них имеется, допустим, из биткоина, в Этериум, в Монеро, еще куда-то, еще куда-то. Да, это те системы, которые они считают перспективными. Но фундаменталка. Фундаментальные факторы просто меры классные с точки зрения Этериума, да, если мы смотрим на долгосрочное развитие системы и пытаемся проанализировать, как и что будет развиваться, да. Самый главный фактор, который радует больше всего, это количество приложений, которые зарегистрированы на нашей системе, да. А, ну, показатель дорастет, показатель почти в два раза увеличивается по сравнению с предыдущим годом, и все остальные цифры увеличиваются, да. Ну, то есть, вот это очень мега-классная вещь, которую добились, удалось добиться, собственно говоря, Этериуму. Они действительно затащили свою систему разработчиков. Они затащили разработчиков, и, соответственно, получается, что очень-очень-очень-очень-очень много приложений создается на основе Этериума, и, соответственно, система становится все более востребованной, да. Если мы с вами представим аналогию с теми действующими приложениями или форматами, которые у нас имеются уже сейчас, мы можем представить себе ситуацию с экосистемой DEPO, которую создали, да. Ну, то есть, вам надо создать нечто, куда будут приходить разработчики и под вашу, соответственно, историю будут делать все новые, 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 новые приложения, да. Этериуму это удалось, а разрабатываемые проекты растут, они растут достаточно существенно. Очень важный момент. Очень много в 2016 году кулокность проектов разными абсолютно компаниями было реализовано на, соответственно, на блокчейне Этериума. В итоге они все осознали разумность следующего шага, а именно создание консорциума. И было объявлено о консорциуме Enterprise Ethereum, и этот консорциум был создан, туда вошли действительно крупнейшие ИТ-компании, финансовые компании. Но, еще раз повторю, в текущий момент, но с учетом, опять же, тех особенностей, которые есть в системе Этериума, то есть возможность создания именных контрактов и возможность создания самых разнообразных приложений, получается, что это самая востребованная система для тестирования абсолютно разнообразных, в том числе и приватных каких-то приложений разными корпорациями. Об этом чуть позже тоже поговорим. Важный тренд, важный момент. Краудфандинг, получение проекта. Продолжается. Показатели 16-го года, безусловно, радуют. Ну, они как бы радуют и немножко печалят, потому что все-таки дау было хакнуто, но цифры говорят сами за себя. То есть люди активно вкладываются в эти новые системы на стадии, когда у этих систем существует, в лучшем случае, команда, бумага и какой-то кусок кода. Ну, да, это совсем ранняя стадия, да? Получается, что очень многие люди готовы быть по факту некими бизнес-ангелами, рисковать своими деньгами, кладывать в эти системы, получать в случае запуска систем токены, системы, ну и, соответственно, иметь дело с той особенностью, которую мы имеем в случае с блокчейной экономикой. Да, у нас токены сразу ликвидны после того, как они появляются. Ну, то есть они фактически автоматом появляются на биржах, и мы можем кэшировать свой доход, если нам хочется закэшировать свои вложения. Это очень важная особенность, это важный момент. ICO продолжает пользоваться популярностью. Очень много идет спам-проектов. Надо очень тщательно подходить с учреждения анализа, куда все-таки вкладываться, куда они вкладываются, потому что найти вот в волне на этом хайпе, что как легко можно собрать несколько миллионов долларов, да, все просто выстраиваются в дружной цепочке, чтобы собирать эти деньги. Естественно, ну, что качество проектов не всегда отвечает за явленные цепи. Смотрим на венчурное финансирование, да, все запомнили цифру, 200 миллионов было в случае с ICO по прошлому году. В случае с венчурным финансированием мы с вами имеем дело с вложениями традиционных уже венчурных компаний и бизнес-ангелов в традиционные, традиционные, опять же, компании. Ну, то есть они вкладываются в веки, да, они покупают просто только каких-то компаний. Как правило, речь идет, естественно, о юридических лицах, и, как правило, речь идет о какой-то инфраструктуре. Это тоже важно понимать, да, что когда мы говорим о блокчейн-системах приложений, мы говорим о базовых протоколах. Вокруг протоколов, естественно, есть инфраструктура. Те же банкоматы, те же биржи, кошельки, и т.д. и т.п. это все инфраструктура блокчейн-систем. Соответственно, мы видим венчурные финансирования и видим цифру. Это цифра за прошлый год плюс первый протокол уже этого года, но есть цифра за прошлый год, чуть больше, чуть 100 миллионов. Соответственно, и можем сравнить с тем, что вкладывается на ICO. Да, цифра была в 200. Это уже всего лишь в два раза разница. То есть это цифры примерно одинаковые. И это надо понимать, да, что у нас оказывается достаточно много действительно находится инвесторов, которые готовы рисковать деньгами и вкладываться в стартапы на раннюю стадию и вкладываться через ICO. Когда нет гарантии, когда нет доли в ICO, когда абсолютно нетрадиционный инструмент с точки зрения юридики, но инструмент, который потенциально может быть высокого дохода. Альтернативные, естественно, способы у нас есть. Почему растет капитализация, откуда приходят инвесторы, да? Большое число людей по-прежнему не знают. Ну, тут надо быть релевантной ситуацией, отдавать себе в этом отчет. Но появляются инвестиционные фонды, которые, соответственно, вкладываются в блокчейн-активы. И таких фондов появляется все больше и больше. Есть несколько разновидностей фондов. Смотрим на Bitcoin Investment Trust или Bitcoin Fund, мы имеем дело с классическим фондом, созданным по традиционной схеме, которая вкладывается в Bitcoin. Все понятно, все просто, получаете бумажку, ребята управляют деньгами, дают вам ежегодные отчеты. Ну, как, понятная история. Растут, потому что есть, опять же, спрос на конечный инструмент, на доходность, который показываете. Есть инструменты типа Satoshi Fonda и Satoshi Paya. Появляются фонды, которые говорят, окей, ребята, мы вкладываемся в блокчейн-активы, мы выдаем вам не бумажку, мы выдаем вам токены. Мы прозрачные, мы стопроцентно аудированы, у нас есть трекшн, как в случае с Satoshi Fonda. Ну, и Satoshi Fonda, мы можем посмотреть доходность, соответственно, и сравнить ее с доходностью по биткоину. И понимаем, что у нас портфель, а блокчейн-активы фонд показывает больше, лучше показателей, чем биткоин. Поскольку все аудировано, поскольку все на блокчейне, инвесторы приходят, несмотря на то, что у этих решений до сих пор нет легального никакого воплощения. То есть инвесторы приходят, потому что они понимают, что получат токены, они понимают, что они могут проаудировать, собственно, всю ситуацию по фонду, они понимают, что все для них прозрачно с точки зрения покупки, продажи, каких-то активов по наполнению фонда, ну и, соответственно, доходность, естественно, привлекает. Это понятная история. Еще один инструмент, который появился в этом году, это история, когда Брокпирс, собственно говоря, с ИКО, создали новый инвестиционный фонд, запустили токен-как, когда они сказали, окей, мы тоже будем выпускать токены. Но мы при этом будем вкладываться в equity, ну то есть в стандарт компании, которая имеет нормальные юридические лица, как мы всегда вкладывались до этого, но вот своим инвесторам мы будем раздавать уже токены. И мы понимаем, что эти инвесторы с этими токенами пойдут не обердеться, ну, что, собственно говоря, что возможно в случае Сатоши Паи, Сатоши Фонда, да? Мы понимаем, что эти токены будут торговаться, эти токены будут меняться. Но вот мы хотим дать такую возможность нашим инвесторам, да? Мы хотим иметь такой ликвидный токенизированный фонд. И это тоже инструмент, соответственно, вот они продлили ICO, очень быстро мы набрали 10 миллионов долларов, и это то, куда будет двигаться индустрия. Мы понимаем, что поскольку появляются все эти инструменты, то денег на этот рынок, в эту экономику получать от стандартных инвесторов, простых людей, которые не очень, наверное, понимают, что вообще за этим закрывается, но заинтересованной диверсификацией своих инвестиционных инструментов будет приходить все больше и больше и больше, да? Ну, потому что просто показывают рост этих систем групп с точки зрения доходности, очень планальный принцип. Я вкладываюсь, потому что я понимаю, что я диверсифицирую свой фонд, и я могу себе позволить вложить несколько миллионов долларов вот в такой чудесный фонд. Да, высокорискованный, но при этом высокоприбыльный. То, что мы видим, допустим, в Минхене, когда были на конференции, подходят какие-то там чудно богатые бобарцы, которые говорят, окей, я все равно, у меня вот есть менеджер, он управляет, все хорошо, но я вот хочу, у меня не очень высокорисковый сейчас портфель инвестиционный, я хочу каким-то образом просто дополнительные возможности с точки зрения инструмента добавления в портфель рассмотреть. Понятный вариант, понятно, что не положат все портфели, но деньги начнут перетекать. Деньги будут вступать в эту канавику, если это будет проходить, опять же, мы помним эту историю с краудфандингами, получается, что новые системы, они будут получать поток финансовый изначально, появится возможность у все больше и больше проектов выходить на уровень нормального развития. То есть мы понимаем, что у нас сейчас возникла уникальная история, когда у нас open-source проекты, получают финансирование на ранней стадии и имеют возможность дальше развиваться. А так как это open-source проекты, мы понимаем, что в них будет пристальное внимание многих-многих педагогров, ну и, соответственно, эта история, она будет способствовать как раз становлению, улучшению и быстрому развитию этих проектов. Ну то есть по факту созданы условия для развития нормальной открытой экономики. И все предпосылки к тому, что эта экономика будет расти на лицо. Активность крупных организаций. Нельзя не сказать пару слов об этих товарищах. Эти товарищи все очень увлечены блокчейном. Если кто-то из вас там анализирует или смотрит время от времени проекты какую-то, понимает, да, о чем идет речь. Они объединялись в консорциумы. Сначала эти были глобальные консорциумы, дальше все пошли по национальным, потом по мини-консорциумам. Короче, их сейчас существует бесконечное множество, я бы так уже сказала. Ну не одно конечное, но их очень много просто. Практически в каждой стране есть консорциумы, есть мини-консорциумы, которые там один банк, еще там несколько стартапчиков вокруг него, и страховая какая-нибудь компания, и так далее. Два крупных консорциума по-прежнему это R3 и Hype Ledger, ну а Ethereum и Surprise только набирают еще силу. Ну, есть история замечательная с R3, когда они действительно выпустят там свое решение для финансовых организаций клубов, при этом семеро участников покинули консорциумы, потрачили они за предыдущий год около 60 миллионов долларов, ну в общем, не очень успешно, так сказать, обложились в новый затоп по исследованию. В Hype Ledger все гораздо интереснее, ну то есть то, что делают, там основная сила, которая стоит за проектом, это, естественно, IBM, и они видят, ну все разработки, все, что там происходит, они действительно очень сильно способствуют тому, чтобы это продолжалось, да, ну и тоже увидим, что они делают. Соответственно, ну и компания количество там пребывает, да, практически все подключены к крупной организации многих-многих стран, подключены к этому консорциуму, ну и отслеживают то, что там происходит, еще большее количество стран, они действительно используют наработки для проведения пилотных проектов. Мы живем с вами во время пилотов. Нет, мы еще не вышли на продуктовую стадию, но все пилотируют, ну как бы, тут вообще просто, просто причем по всем направлениям пилотируют, да, и речь идет не столько уже об открытых системах, блокчейн-системы, с которой я начала разговор, речь идет, опять же, у нас о крупных компаниях, да, о которых мы продолжаем. Пилотируют по самым разным направлениям, это надо понимать, да, потому что есть некое понимание у крупных организаций, что блокчейн может значительно упростить жизнь и действительно стать, ну, чем-то, что будет способствовать, ну, не только устранению посредников, ну, упрощению, ускорению каких-то транзакционных торговых операций, причем, ну, естественно, в трансграничных особенных операциях, да, когда у нас, или операции со многими-многими участниками, да, когда никто на самом деле никому не доверяет, да, в системе, и когда необходимо будет иметь базу данных, которую невозможно перезаписать в случае мошенничества или непроводневных действий. Ну, и вот представлены проекты, проекты, интересные достаточно проекты в области энергетики идут, и здесь молодцы немцы открытия, они драйвят это направление очень сильно, идут проекты, естественно, в области финансов, но с этого все начиналось, да, там абсолютно разные типы и варианты пытаются блокчейн куда-то применить, некоторые успешные, некоторые не очень успешные, но, по крайней мере, пилоты идут, пилотируются, проверяются, смотрятся, оцениваются, цифры никто не публикует, честно скажу, да, никто еще не опубликовал, вот мы провели пилоты, мы понимаем, что внедрение, вот, допустим, там, межбанковского трансатора средств позволит нам оптимизировать там наши затраты на осуществление этой деятельности настолько, такого нет, да, но пилоты какими-то пусками они осуществляются. Есть, естественно, история про медицину, но есть история интересная очень про логистику, тут надо отдать должное Walmart, они очень сильно заинтересовались вообще блокчейном, они заинтересовались именно как-то вклад, чейн-менеджмент истории, ну, потому что понятно, что Walmart, они аутсорсят, ну, если они закупаются по всему миру, им надо логистически, чтобы продукты достаточно свежему и удобоваримому виде доставлялись в разные точки в мире и так далее. И для них важно, но как бы отслеживать всю эту цепочку, чтобы еще и покупатели были уверены, что все безумно правильно сделано, что, в общем, нитратов там нет, что те, кто выращивают эти продукты, они в хороших условиях сами находятся, и т.д. И для этого нам много характеристик, которые надо, чтобы были отслеживать системы. Ну и государственное управление, здесь на самом деле в передовиках, я бы так сказала, страны Грузии и Украины надо отдать должное, и как бы и пример для всего мира. Вот это история, которую мы с вами имеем в текущий момент. Скорее всего, в этом году мы продолжим иметь дело с пилотами, но некоторые компании из тех, что представлены, они заявляют уже о каких-то там внедрениях. И вы видите, если вы обратите внимание, сколько раз здесь встречается слово IBM, драйвит направление, действительно, ну вот именно блокчейн на два крупных организациях IBM. они создали у себя подразделение, они его не просто создали, они как бы действительно очень сильно хотят, чтобы вот эта ниша блокчейна для крупных компаний, она была занята им, поэтому у них просто разные абсолютно ветки и занимаются внедрениями в разных секторах экономики. Традиционно. Ну и перспективы. О перспективах надо, естественно, говорить, потому что, потому что все будет еще интереснее, да. А как я уже сказала, будут притекать деньги из реального сектора, да, от инвесторов в, ну то есть в то, что я называю блокчейн-активами. Соответственно, на базе вот этих блокчейн-активов с открытым ходом дальше будут разрабатываться стандарты и пилоты, которые, то, что мы только что о чем говорили, то, что делают, собственно, крупные организации. Ну, потому что то, что они используют у себя, естественно, это наработки вот тех чудесных стартапов, да. Естественно, мы видим регуляторы, которые за последний год очень приободрились, ну, и начали, в общем, всячески тестировать, как же можно что-то зарегулировать в этом направлении. Первыми регуляцию такую, которая позитивно скажется нам в общей экономике, выпустили японцы совсем недавно, с 1 апреля у них действует эта регуляторика новая, и результат не заставил себя долго ждать. Ну, то есть, как только было принято это законодательство новое в Японии, которое, собственно говоря, обеспечило зеленый свет биткоину и всем остальным в общей активном, да, получилось то, что все крупные, ну, многие крупные торговые сети японии за юбиле, о том, что они начинают работать с биткоином, ну, и сразу пошла адаптация просто гораздо больше скорости, чем раньше это двигалось. Естественно, мы видим европейских регуляторов, которые, ну, отсматривают текущие тренды, мы видим регуляторов стран СНГ, которые отсматривают и следят за трендами. Не все так просто в Америке с точки зрения регуляторики, но в целом все понимают, надо смотреть, надо делать скорее зеленый свет, чем красный свет. Ну, то есть, все пришли к мысли о том, что перспективы есть, и есть у блокчейна перспективы в разных абсолютно секторах экономики. Естественно, если это будет протокол, который пойдет следующим уровнем за интернет, который позволит роботу общаться с роботом, уступать в какие-то торговые денежные отношения, то это даст какой-то неимоверный буст вообще всей экономике. Это действительно сменит экономический уклад, существующий традиционный. Ну, короче, надо с этим как-то жить, но сначала надо посмотреть, да, потому что регуляторика, она не такая простая, невозможно прописать, что такое блокчейн-система, что такое токен, непонятно, к какому направлению это отнести, потому что это не финансы в чистом виде, и это не какая-то область права, которую можно было бы идентифицировать на один. Ну, естественно, новость, которая порадовала сегодня, наверное, всех собравшихся, кто следит за новостями, да, то, что делает Украину, молодцы, потому что если блокчейн придет в государственное управление, придет сразу по нескольким секторам, то, естественно, это позволит опрозрачивать достаточно быстро деятельность тех, кто должен работать на жителей Украины, собственно говоря, на граждан Украины, да. Если это будет сделано в одной стране, то, поскольку у нас правительство разных стран не отвечает за умом и сообразительностью, они просто начнут копипастить то, что они уже видят. И это позитивный момент для всех, ну, всех вообще граждан мира, потому что если начнут копипастить хорошие вещи, то жизнь в целом, она может преобразоваться и в лучшую сторону преобразоваться. Поэтому здесь вы молодцы, на самом деле, ну, молодцы те, кто, как биткоин, по-моему, дейшни, все это двигает. Спасибо вам огромное. Спасибо.